прессовать все что связано с программой название программы я не говорю потому что как я понимаю присоединялись к этому мероприятию осознанно знаете о чем пойдет речь значит прежде всего давайте начнем с вами вот с каких вещей значит мы говорим о направлении подготовки 904 на 4 как это здесь отражено значит это образовательная программа скажем так была инициирована департамент программной инженерии факультет компьютерных наук руководителем который является не неординарный профессор сергей михалыча душа почему я признаюсь фразу инициирована по той простой причине что в общем два термина образовательной программы департамент они как вы знаете разделяется дату с департамент связанными последствиями с людьми образовательная программа с наполнением данными курсами которые соответственно студентам предлагается академическим руководителем на данный момент являюсь я ваш покорный слуга дегтярёв константин юрьевич здесь отмечен поэтому я не начал собственного представления это отмечено менеджером программы является ирина геннадьевна плужникова вы ее видели она тоже присутствует сейчас она отключилась ну и сайты программы здесь упомянутая единственное скажу что большинство наших занятий до того момента как мы столкнулись с этими не очень приятными обстоятельствами проходили на покровском бульваре большинство это означает что некоторые курсы давались в других местах поскольку вышка московского кампуса имеет несколько площадок но в основном все это на покровском бульваре продолжительность обучения два года язык обучение английский значит ну наверно так или иначе эта информация с этой информацией вы знакомы но тем не менее я представлю этот комплекс который находится на покровском с 12 по 19 год прошел через очень сильное обновление старых зданий которые были сохранены если вам это место знакомо это покровский бульвар самый центр москвы значит но вы можете посмотреть на картинки которые здесь сверху данные это как бы вид с внешней стороны опять же здания которые исторически сохраненные а вот на нижней картинке вы видите то что сейчас внутри на маленьких картинках показан большой атриум который имеет стеклянный потолок по сути дела так сказать перекрытие которое охватывает сразу несколько зданий но внизу одно из помещений библиотеки который занимает более одного этажа она очень большая значит вот здесь на схемке с желтой стрелочкой показана дислокация департамента программной инженерии значит я говорю о департаменте программной инженерии но сразу же должен оговориться что некоторые дисциплины образовательной программе даются представителями других департаментов я здесь просто говорю о конкретно девятом этаже вот этого здания с на котором большинство преподавателей департамента программной инженерии именно расположены соответственно занятия которые проводились в этом здании естественно проводились не в одном лишь из зданий значит вот эти корпуса которые здесь обозначены разными буквами не скажу что во всех но по крайней мере в трех-четырех лекциях планировать что и как будет дальше пока непонятно сейчас мы в полном по сути дела онлайн режиме работаем по причине понятной потому что на программе есть иностранцы которые чисто физически просто странно въехать не могли немножко это неудачно потому что у нас есть достаточно дальних часовых поясах несмотря на то что с ними мы согласовывали время начала занятий часть занятия начинается вечером в 6 часов соответственно если ты имеешь разницу во времени приблизительно в 5 часов у нас есть например студент из китая но как-то он поддержал идею что в 11 вечера начинайте в 2 ночи заканчивать в общем для него совершенно нормально но коли так значит пытаемся найти и форма взаимодействия со студентами и попытались мы сделать так чтобы этих студентов познакомить в нынешних условиях каждый из них представлял себя вместе с фотографиями с теми проектами которые студенты делали где они учились замечаемый важный момент не только в онлайн принципе режиме если мы работаем оффлайн тоже с тем чтобы вот эта группа студентов которые на программу попадали и попадают все-таки была более такая сплоченная люди понимали кто рядом значит если говорить об общей информации но здесь скорее общая информация которая связана не только с программами скорее всего с факультетом значит на данный момент факультета подписано порядка 25 соглашений которые связаны с международным обменом то есть студенты достаточно активно этим пользуются естественно ситуация который мы сейчас слегка на это повлияло но тем не менее тот период и окошко который был наверное в августе сентябре все равно позволило некоторым студентам поехать соответствующие вузы отдельно у нас есть соглашение с лаоперанским технологическим университетом те студенты коллеги которые соединили к нам немножко раньше как раз это вот и был предметом наших обсуждений тут внутренних относительно презентации с лаоперанским технологическим университетом подписано соглашение программе двойных магистрских дипломов некоторые наши студенты этим пользуются вот в прошедшем году два студента туда ездили два человека по моему отказались по разным причинам или один человек по моему то ли три то ли четыре позиции лаоперанты были одобрены для того чтобы студент соответственно поехал на программу двойных магистрских дипломов двойные магистрские дипломы чтобы сразу понимать подразумевает то что вы защищаетесь в двух вузах если защита успешна соответственно вы получаете два диплома и диплом лаоперанте и диплом высшей школы экономики но с известной оговоркой защита высшей школе экономики чуть чуть попозже потому что студенты естественно укладываются в те временные слоты которые связаны по крайней мере с одной защитой если она происходит в июне если он не попадает на защиту то дальше он уже попадает на период пересдачи который вышке происходит два раза в год один из период пересдачи в частности попадает на сентябрь октябрь может быть чуть попозже но в данном случае это как бы все происходит не по вине студентов здесь всегда эти вопросы так или иначе согласуются значит теперь собственно немножко о программе значит количество бюджетных мест на 21 год и количество платных мест и число мест для иностранных студентов здесь прописаны не буду отдельно говорить здесь же даны некоторые данные которые связаны с числом студентов и эти цифры которые здесь показаны они отражают состояние на сентябрь соответствующего учебного года в процессе обучения в любом случае всегда происходит некий отсев по разным причинам о котором может быть отдельно я скажу но вот как вы видите последние два года у нас более-менее стабильное количество студентов 33 32 18 19 году это цифра была чуть выше это было связано с тем что у нас в этом году в том году в 18 19 был порядка 11 12 иностранных студентов значит и в прошлом году и в нынешнем году число иностранных студентов не столь велико несмотря на то что количество заявлений которые от иностранных студентов в общем-то зачастую превышает две сотни и одобряется в общем-то больше наверное 10-15 соответствующих заявлений дальше студенты уже принимают решение потому что в большинстве случаев они подают заявление в разные вузы и уже в зависимости от того откуда приходит одобрение принимают окончательное решение так что количество реально появляющихся студентов конечно меньше в этом году у нас их 6 вот 32 человека на сентябрь из них 6 иностранцев значит план мы выдерживали в этом году число бюджетных мест тоже было 25 но в тех ситуациях когда в результате конкурса портфолио экзамен поступления на программу именно таков у нас получается некоторые студенты с одинаковым количеством баллов здесь этот вопрос обсуждается уже с руководством университета и в ряде случаев вышка идет на то что одно или два места но в зависимости от ситуации в зависимости от общего набора она оплачивает и своих средств но фактически для студента становится тоже самым бюджетным обучением потому что от него ничего не требуется он включается в чуть расширенное количество значит для того чтобы четко спозиционировать как бы выпускников этой программы здесь следует отметить чтобы сразу наверное этот вопрос прозвучал зачастую когда люди говорят о программной инженерии сразу как-то у них может быть рождается не у всех хорошо пусть так участие студентов некие идеи связанные с тем что это как раз программа которая посвящена обучение программирования и так далее и тому подобное значит мы все-таки исходим из того что те люди которые приходят на программу имеют профильное образование это означает что уже на бакалаврском уровне на уровне специалитета в зависимости от того по каким программам студенты учились у них уже этот этап обучение программированию и и даже работа потому что большинство наших студентов работают либо находятся в активном поиске работы уже на первом году обучения в общем-то присоединяются к тем или иным компаниям в общем все что связано с программированием эти навыков у людей уже есть все-таки мы ориентируемся на то что software инженер является достаточно сложной областью не забывайте что здесь присутствует слово инженерия значит акцент здесь делается как раз на управление разработка программного обеспечения то есть на тех людей которые в перспективе будут становиться уже тимлидами они будут возглавлять крупные проекты а это означает что те вопросы которые им придется решать естественно не будут лишь ограничены взаимодействием с разработчиками поскольку в общем-то и психологический аспект работ в команде и сама командная работа в действительности для того чтобы четко были распределены обязанности они в общем становятся весьма актуальны поскольку от этого в большей степени зависит успех соответствующих проектов о позиционировании на этом слайде сказано наверное больше слов я говорить не буду так что эти слова надо было сказать по той простой причине что если посмотреть вокруг то программ который так или иначе связано с программной инженерии достаточно много и каждый из этих программ делает совершенно разные акценты поэтому в общем четко надо совершенно понимать что когда программа в своем названии имеет слова программной инженерии надо естественно уточнить акцент на что делается значит мы делаем акцент как раз вот именно на управление разработкой программного обеспечения крупных проектов речь идет а естественно промышленной разработки в большей степени наши выпускники по крайней мере выпускники которые из программы выходили пять шесть лет назад они действительно уже занимают ведущие позиции во многих компаниях и действительно отвечают за очень серьезные чем международное зачастую проект а значит есть я здесь решил не давать это все в табличной форме потому что табличная форма зачастую бывает достаточно мелкая просто перечислил практически по первому году все дисциплины и наверно на следующем слайде практически все дисциплины второго года перечислены значит пометки которые вы здесь видите с точки зрения апдейт new и так далее означает что в течение прошлого года в основном ну и наверное в этом году потому что некоторые дисциплины те которые были новые в прошлом году они дорабатывались с учетом того что было получено в качестве результатов на выходе по результату прошлого года все таки пока наверное текущий год с прошлым не очень корректно сравнивать потому что в прошлом году мы три полных модуля эти слова я поясню те кто не знаком с вышкинской системой по сути делают всем привычные семестры разделены на две части то есть если семестров у нас два то вышки схема такова что у нас получается четыре модуля то есть осенний семестр разделен на две части два модуля первый и второй и соответственно вторая часть которая начинается после новогодних праздников до июня тоже разделена на две части это третий и четвертый модуль в конце каждого модуля предусмотрена зачетная или экзаменационная неделя ну в зависимости от модуля в первом модуле наверное первого курса практических студентов экзаменов нет значит вот основной и первый так сказать удар который студенты должны с честью выдержать это будет вот экзаменационная неделя которая будет в конце декабря с 31 прошу прощения с 21 по 30 декабря будет экзаменационная неделя на первом курсе уже будет у студентов пять экзаменов значит то что здесь написано апдейт это означает что материал соответствующих дисциплин изменился потому что в прошлом году мы достаточно активно взаимодействовали со студентами чтобы получать фидбэк и более того в вышке практикуется такая система как студенческая оценка преподавания так называемый СОП где по определенным параметрам студенты оценивали дисциплины преподавателей соответственно они имеют возможность написать комментарии соответственно академически руководить программу в конце каждого модуля если по соответствующей дисциплине есть экзамен то есть до начала этой экзаменационной недели получает некую информацию которая связана с оценкой ну зачастую эта оценка появляется после экзамена но это в любом случае повод поговорить с преподавателем может быть и со студентами для того чтобы выяснить некоторые моменты которые соответственно им либо не нравятся либо у них есть какие-то предложения это тоже бывает в общем эта работа достаточно активно и вот эти самые апдейты как раз появляются как следствие того что были высказаны достаточно конструктивные предложения и не только лишь под студентов но понимание того что действительно то что было высказано весьма разобно курсы вносили соответственно значит вот курсы которые здесь перечислены в частности одна из дисциплин информальный метод программной инженерии она дается представителям лаборатории по ИС это проблемно ориентированные информационные системы опять же на первом году обучения есть НИС программной инженерии управления разработкой 1 в этом году половина этого НИСа у нас взяла компания 1С компания 1С в этом году открыла кафедру соответственно я думаю что их участие как в бакалаврской программе так и в магистрской программе будет укрепляться посмотрим в этом году это был первый эксперимент посмотрим какие будут отзывы посмотрим какие будут идеи соображений у преподавателей значит опять же наверное какие-то изменения будем вносить не исключено что список будет изменяться я как бы даю картину того что мы имеем сейчас но подготовка рабочих учебных планов на очередной год если речь идет о 21 году обычно завершается в конце апреля в начале мая так что вот этот период после нового года это будет активное обсуждение того что надо в соответствующей программе менять может быть будут предложения от базовых кафедр а потому что на факультете эти базовые кафедры открываются помимо того что у нас есть есть еще претенденты которые наверное в этом году кафедры откроют это тоже создает некую основу для обсуждения с ними возможного вклада в программу опять же мы говорим не о том что они будут давать любые курсы которые предложат соответственно по направленности программы такие предложения могут возникнуть второй год обучения практически здесь все перечислено несмотря на то что некоторые незначительные вещи скрываются под вот и ДРЭ которая написана пятый шестой модуль это первый семестр второго года обучения второй семестр второго года обучения практически у студентов посвящен тому что они готовят выпускную работу поэтому вот все дисциплины которые здесь перечислены в общем то высоко оцениваются преподаватели студентами и самое главное что нам удалось на некоторые дисциплины привлечь действительно очень знающих людей вот особенно положительные отзывы были у студентов относительно психологии управления командой разработчиков поскольку те кейсы которые они рассматривают и небольшие домашние задания и презентации и работы в группах в общем действительно показала те моменты на которые они несмотря на то что многие имеют опыт работы в компаниях в качестве разработчиков как-то не обращали внимания говорят что с точки зрения будущего конечно это чрезвычайно важно опять же тот момент который мы будем рассматривать что можно изменять в контексте количества часов не только появление новых дисциплин потому что еще раз говорю на это обратную связь то есть мы очень обращаем пристальное внимание еще раз повторю этот факт очень важен я подчеркнул что это создает известные сложности но большинство студентов работает многие студенты и в данном случае я говорю только не о выпускниках высшей школы экономики а о тех людях которые приходят из других вузов это та же самая по сути тенденция но наверное с третьего с четвертого курса все кто приходит на программу они работают или работали сейчас находятся в поиске соответственно переходят из компании в компанию это в общем тоже показательно потому что если люди достаточно легко у всех крэш это происходит по-разному меняют места работы и по-прежнему остаются вот в той самой сфере которая связана с разработкой ПВО это означает что они востребованы этот опыт он чрезвычайно важен потому что просто-напросто в такой программе устраивать какую-то проектную работу которая отрывается от профессиональных интересов от того что они делают реально на практике в компаниях это совершенно неразумно поэтому в общем то мы конечно это все приветствуем но с другой стороны это создает известные сложности потому что у людей уже возникают чуть разные интересы они уже как бы пытаются исходя из текущего места работы отдавать предпочтение тем дисциплинам которые им интересны сейчас потом оказывается что этот выбор в силу того что они переходят на другие позиции чуть меняется но эти тоже обсуждения приводят к тому что в общем программа находится в движении на мой взгляд это хорошо потому что если мы просто будем замирать и говорить о том что на 5 ближайших лет будет именно такой вид это наверное не очень хорошо с другой стороны изначально программа разрабатывалась с учетом международных рекомендаций я их перечислять не буду часть из тех документов которые здесь перечислены наверняка так или иначе присутствует IEEE всем хорошо известное сообщество потому что даже разработка и СВЕБОК и СЕБОК которые мы упомянем чуть попозже имеется в виду Guide to Software Engineering Body of Knowledge ну и соответственно то же самое касающиеся Systems Engineering соответствующие документы они готовятся при активном участии IEEE так что поэтому мы стараемся как бы быть в этом русле еще раз повторю изначально программа как раз строилась исходя вот из этих рекомендаций значит на эти рекомендации мы смотрим несмотря на то что они в общем-то датированы не вот последними годами но тем не менее от этого их актуальность не становится меньше потому что в любом случае они активно обсуждаются и многие конференции и встречи как раз посвящено тому как на базе того что предложено а коль это живет несколько лет значит это все актуально вносить те самые изменения которые диктует время значит некоторые из ссылок здесь есть я думаю что соответственно презентация будет вам доступна ну и в действительности когда мы говорим о работе программного инженера здесь очень важно отметить те самые компетенции которые важны для человека значит еще раз повторю программный инженер не работает в изоляции это очень важно по сути дела он создает систему и он является частью системы это очень важно поэтому мы собственно программу и назвали как software systems engineering я об этом чуть-чуть побольше скажу через несколько минут но еще раз повторю когда мы говорим о системе и о том что человек систему создает и является частью этой системы компетенции которые здесь перечислены и соответственно какой категории они относятся как значимые и критичные ну в общем наверное у вас особых вопросов у вас особых вопросов не вызывают естественно разработки разработки ПО но еще раз я хочу подчеркнуть программные продукты становятся сложными это действительно система в которой надо принимать решения и соответственно понимать текущий этап разработки этой системы буквально досконально поэтому члены команды опять же не являются как бы узконаправленными специалистами работа в команде подразумевает что как бы у всех есть четкое совершенно понимание что в рамках системы я выполняю в данный момент вот такую такую работу которая делает общий вклад в то дело что мы ожидаем на выходе каждого отдельного этапа собственно о лайфсайкл вещах я никоим образом говорить не буду но еще раз говорю это слова лайфсайкл которые относятся и к программным обеспечениям и к любой системе которая создается человеком в общем-то они актуальны именно поэтому область системной инженерии и программной инженерии они тесно переплетаются собственно вот те документы которые здесь обозначены если вы помните на предыдущем слайде я покажу здесь обозначена software engineering body of knowledge а на слайде который у нас сейчас был перед глазами здесь присутствует системы body of knowledge эти документы которые обновляются регулярно в общем то сейчас мы можем увидеть что в той в том и другом документе у нас соответственно присутствуют ссылки в одном документе на software engineering в другом документе на systems engineering поскольку понимание того что это действительно система сложная система по которой разрабатывается но действительно диктует того что системные принципы мы действительно должны понимать так называемый взгляд на вещи как единое целое то есть халисский взгляд на вещи от слова whole то бишь целое он чрезвычайно важен здесь на этих слайдах приведены в общем то определение которое наверное сейчас в рамках неоткрытых дверей комментировать особо не стоит о всех этих вещах можно дать достаточно развернутые пояснения и комментарии но по крайней мере вот одно из возможных определений определений программной инженерии достаточно много и собственно поскольку речь идет о систематическом организованном измеряемом подходе к разработке как вы догадываетесь здесь чрезвычайно важно и собственно понимание того что какую бы задачу в рамках разработки программного обеспечения мы не решали у нас всегда должны быть некоторые критерии которые дадут позволить сказать насколько хорошо тот или иной те или иные решения которые были предложены результаты которые как следствие мы получили действительно хороши и насколько они соответствуют тем целям которые были поставлены то есть еще раз говорю это не просто написание где-то в углу программы это действительно создание продукта системы хотим мы не хотим использовать это слово неизбежно мы к этому придем значит я еще раз хочу подчеркнуть для того чтобы слово система не повисло в виде какого-то некого пустого термина в самом простом определении мы можем сказать что система это совокупность элементов связи между ними и вся эта совокупность которая приобретает некие эмерджентные свойства как следствие соединения этих элементов оно преследует некоторую цель ну вполне понимаемо когда вы создаете программный продукт в принципе вы объединяете большое количество разных факторов причем факторов разной природы ну а цель или цели здесь не обязательно одна цель может быть естественно такой системы должна быть потому что мы исходя из этой самой цели собственно определяем деятельности которые соответствуют в моих видео некоторые имена которые здесь обозначены но опять же подчеркивать лишь тот факт что область программной инженерии действительно привлекает внимание с точки зрения новых актуальных предложений тех людей которые уже в области программной инженерии имеют очень большой вес речь идет в частности о Бертране и Ричард Лисове и Авере Якобсоне то есть все эти имена достаточно известны и они естественно рассматривают и пытаются предложить некоторые методики практики и так далее которые бы действительно привносили вот эту вот научно-инженерную составляющую в разработку программного обеспечения еще раз повторяю не просто мы что-то пишем на коленке а это действительно деятельность которая связана и с наукой и в том числе с инженерными задачами которые приходится решать ну опять же здесь перечислены некоторые составляющие вот в частности подхода СИМАТ который предложен вот этим уважаемым товарищам которые я перечислил ну опять же мы если на все посмотрим собственно те составляющие которые здесь относятся к области программной инженерии точно так же относятся к созданию любой системы которая например может быть связана с областью военной промышленной и так далее и тому подобное то есть еще раз говорю системная инженерия просто-напросто становится частью того каким образом мы интерпретируем собственно все то что делается в области программной инженерии в каждом конкретном подходе как реализация тех идей которые отражены вот в частности software engineering против knowledge которые упоминаются опять же определение по аналогии я решил его здесь привести по той простой причине что оба этих направления системной программной инженерии отражены в названии что мы понимаем по системной инженерии но опять же глядя на эти все определения можно понять что когда начинается какой-либо проект связан с программной системой программным продуктом естественно мы ориентируемся на то что должен быть успешный результат то есть мы создаем те самые успешные системы которые в общем-то и создаются в любой инженерной деятельности понятно что у software engineering имеется некая специфика поскольку software engineering как раз оперирует некоторыми абстракциями которые зачастую очень сложно так сказать пощупить руками потому что для многих людей это становится как бы неким чудом когда как бы из неких неосязаемых вещей которые ты можешь видеть на бумаге вдруг компьютер начинает выдавать какие-то результаты но еще раз я повторю от этого в общем-то системная инженерия никуда не исчезает как нечто что должно составлять основу подходов к разработке программных продуктов потому что те факторы вот которые между собой связаны и которые ориентированы на достижение каких-то целей мы никоим образом не оговариваем их природу они могут быть физическими мы их можем потрогать а могут быть идеи которые сидят в голове в конце концов когда мы создаем какую-нибудь ментальную модель да это система кто с этим может поспорить и наверное мы создаем эту модель для того чтобы решить какую задачу то есть у нее есть цель отсюда ничего никуда не исчезает какова природа тех самых вещей с которыми нам приходится работать это уже другой вопрос ну опять же система здесь отражена еще раз говорю в рамках достаточно короткой презентации я не хочу наверное этих вещах останавливаться потому что я просто на презентацию хотел включить как раз те основополагающие вещи которые присутствуют в названии программ для того чтобы четко совершенно понять что какова связь собственно программной инженерии и системной инженерии почему они присутствуют вместе в названии ну вот самая низ показываемые у меня слайды как раз позволяет нам сказать о том что многие понятия программной инженерии они собственно пришли из системной инженерии анализ стейкхолдеров самих и анализ требований стейкхолдеров соответственно функциональная декомпозиция проектное ограничение работа с требованиями все присутствует когда мы создаем любую систему деваться некуда если мы систему не будем воспринимать именно как систему не просто на нее будем смотреть как на совокупность неких элементов которые мы непонятно каким образом соединяем то естественно из этого ничего не будет и с точки зрения создания программных продуктов здесь все то же самое собственно системная инженерия как и программные инженеры инженеры прошу прощения они собственно точно так же рассматривают альтернативы соответственно они рассматривают стоимостные временные ограничения все риски но еще раз говорю эти все инженеры как собственные системные инженеры программные инженеры всегда работают в группе в группе могут быть очень взаимодействие в группах решение задач и собственно принятие решения является не такой простой областью тут важно обращать внимание на многочисленные нюансы то что каждый из стейкхолдеров несет собственно свои идеи стейкхолдеры как вы догадываетесь в проекте могут быть разные начиная от тех кто собственно проект разрабатывает потому что они имеют некий интерес который связан с тем чтобы создать некий продукт в установленные сроки в рамках установленных ограничений а есть стейкхолдеры которые собственно имеют интерес с точки зрения использования возможно с точки зрения финансирования там и так далее и тому подобное как вы догадываетесь это разные люди но работать с ними надо это все системы и как вы догадываетесь в системе всегда сложности возникают потому что когда человеческий фактор присутствует в системе то есть на систему мы смотрим не как и исключительно на некое техническое явление а появление людей это усложнение всего у нас возникает возможность использовать каких-то формальных моделей но зачастую нам приходится принимать решения в достаточно рыхлых условиях почему потому что многие идеи и мысли людей формализовать достаточно сложно без уведения каких-либо ограничений ну и соответственно системная инженерия вот базируется на ряде направлений да их можно назвать наверное так часть из них перечислены здесь далеко не все но в общем вы это всегда понимаете еще раз говорю если это пока трудно соотнести с программной инженерии но по крайней мере можно размышлять над тем что вы берете любой продукт который есть где-нибудь у вас недалеко я не знаю музыкальный центр что-то еще это формально есть система он характеризуется какой-то сложность при его создании принимались какие-то решения соответственно проектирование шло перед тем как мы переходим к реализации ну а теперь давайте про него забудем закроем глаза и перейдем к тому что мы создаем программу не система ли это конечно система которая имеет свою специфику но будет следовать тому же самому лайфсайкл который характерен для создания любого продукта для создания любой системы и если мы действительно хотим получать на выходе что-то хорошее значит этот системный взгляд на вещи то что касается некоторых ссылок они здесь даны не исключено что они вам знакомые сайт приемной комиссии траектории поступления ну и несмотря на то что здесь спасибо за внимание написано я тем не менее хотел бы вот еще буквально две-три минуты посвятить тому чтобы показать тот документ который был передан в приемную комиссию по моему дай бог памяти в октябре месяце где-то в середине который связан вот с составом критерий оценки портфолио поступление на программу по конкурсу портфолио значит соответственно в документе который должен быть доступен для всех студентов значит в прошлом году мы его достаточно серьезно переработали значит теперь явным образом прописано вот здесь вот два раздела которые определяют обязательные документы которые в портфолио должны быть представлены и те части которые могут составлять опцию или вариативную часть ну вот здесь я попытался это все перечислить собственно то что соединяется зеленым цветом вот здесь сквозной это то что относится к числу обязательных документов то что да коричневым цветом засвечено это составляет опциональная часть значит по опыту прошлого года я должен сказать что в общем то студенты представляли очень хорошее портфолио я не видел ни одного портфолио честно говоря которые бы ограничивались только лишь обязательными документами перечислены здесь то есть каждый из студентов хотел характеризовать себя в общем то в максимально благоприятном свете и поэтому и именные стипендии у кого они были и дипломы и победители и участие в разных и конференциях и конкурсах и соревнованиях там и так далее тоже представлялись научные работы наверное у 30 процентов тех кто подавал портфолио в прошлом году были таковые публикации это либо участие в каких-то студенческих конференциях либо люди участвовали даже в международных конференциях понятно что в соавторстве но тем не менее в общем то это достижение о котором можно говорить рекомендательные письма в общем то опыт работы потому что мы это тоже приветствуем это тоже все учитывается но еще раз повторяю вот это собственно отражено на этом слайде в достаточно компактной форме в документе который собственно так и называется состав критерий оценки портфолио это все написано в более подробной виде там по-моему четыре страницы в результате где все это перечислено поэтому в общем то на это надо обратить внимание и еще повторяю мы которые действительно заинтересованы в этом уже что-то такое сделали с точки зрения ну некого бэкграунда который позволяет говорить о том что да я уже разработчики я уже участвовал в каких-то соответственно проектах пусть они небольшие но тем не менее такое участие есть поэтому в общем то не игнорируйте все те достижения которые у вас либо уже есть либо там за ближайший год так или иначе появится не надо ограничивать себя только лишь обязательно документом потому что все что включается в портфолио будет оценено все то есть мы рассматриваем все информации по прошлому году у нас было 49 заявлений значит по моему по официальным цифрам это считает все 51 заявление но по моему два портфолио у нас были таковые что там были представлены просто копии дипломов ну а поскольку соответственно обязательные документы никто не отменял они должны были быть представлены соответственно в портфолио получили какие-то баллы но в общем то мы их практически не рассматривали потому что там не было соответствующего списка документов значит у нас фактически я упомянул в самом начале 25 человек проходило по бюджетной основе у нас по моему двадцать четвертый двадцать пятый двадцать шестой человек в списке получили одинаковый балл поэтому вот еще раз повторюсь то о чем я вначале говорил на общем собрании которое после окончания приемной комиссии обычно это где-то в районе восьмого десятого августа проводится как раз каждой программой говорит о вот этих случаях которые надо адресовать надлежащим образом значит если речь это об одной позиции то есть 25 или 26 человек бус обычно идет навстречу по крайней мере это было в предыдущие годы я не могу говорить о том как все сложится в году наступающем но я говорю о том опыте который у нас уже был значит было 26 человек рекомендовано значит соответственно все 26 человек и приняли это приглашение ну плюс у нас появилось 6 иностранцев тоже я сказал собственно так ну коллеги на этом я тогда предпочту завершить свою презентацию если у вас есть какие-то вопросы давайте мы их можем обсудить спасибо я хочу поблагодарить за замечательную презентацию и задать несколько вопросов да пожалуйста скажите пожалуйста дело в том что у меня есть высшее образование специалитет но это образование не профильное и не техническое у меня есть релевантный опыт свыше двух лет я работаю в Тинькофф банке в команде фуллстэк фуллстэк команде которая разрабатывает проекты для кооперации с партнерами соответственно это работа с высоко нагруженными базами данных около миллиона пользователей и фронтенд разработка дополнительно бэкэнд и фронтенд подскажите пожалуйста у меня профильное образование это московская государственная консерватория имени Чайковского я вижу что у вас какой у вас очень интересный твист такой из консерватория попасть в Тинькофф Тинькофф да ну да образная музыка да 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 в общем отрицать нельзя у меня родители музыканты и мне пришлось нет нет возражений никаких нет мы говорим о факте так что здесь как бы подскажите пожалуйста у меня из образования которое релевантное сферы ИТ это курсы от компьютер сайнс центра на степик с сертификатами и я вот смотрю критерии оценки портфолио вижу что написано базовое образование учитываться оценки по профильным предметам ну соответственно когда я получал диплом на специалитете у меня там нет ни одного профильного предмета который бы как-то коррелировал с программой которая здесь да наверное я понял ваш вопрос я вас никоим образом не прерываю если вы хотите задайте его речь просто идет о том как это все будет трактоваться могу ли я участвовать нет участвовать вы можете по той простой причине что за все составляющие документов то есть они входят в число обязательно соответственно мы даем определенные баллы эти баллы даю не я это дает комиссия то есть это более одного человека три обычно человека участвует в этой комиссии собственно как мы работаем каждый из них выставляет баллы соответственно таблиц предусмотрено ну а дальше соответственно обсуждаем если есть какие-то у нас расхождения с тем что прийти к некому так сказать консенсусу обычно это усреднение того что дает каждый член комиссии я думаю что какие-то баллы вы соответственно потеряете потому что сейчас я говорю об этом за глаза но будут учтены все то все те документы которые вы представите в том числе опыт работы так что здесь вы можете набрать какие-то баллы которые дадут вам возможность не просто образование консерватории так сказать не то что здесь все ахнуты положить это все в сторону нет будет оценено все то что находится в портфолио ну а дальше в зависимости от ситуации будет выносим тот или иной вердикт потому что опять же мы сейчас говорим как бы об общей ситуации но еще раз говорю портфолио рассматриваться будет точно понял большое спасибо да не за что еще вопрос пожалуйста спасибо